Вы задумывались когда-нибудь, откуда берется газ на плите? По тонким трубам, уходящим в стену? Хорошо. А дальше? Куда отправляется? Вернее, откуда он поступает? Какой путь проделывает газ из недр земли с месторождения до вашей кухни? Я очень рад, что вы сегодня здесь, и сегодня я помогу вам со всем этим разобраться. Вернее, откуда он поступает? Для начала давайте все-таки возьмем привычный путь газа и отследим его. Газ добыли из недр земли. Отлично. Теперь его сразу транспортировать? Нет, слишком поспешное решение. Газ прежде нужно очистить от примесей, которые могут вывести из строя оборудования. Затем осушка. Итак, мы готовы к транспортировке, очевидно, на дальнее расстояние. Добытый газ отправляется по магистральному трубопроводу. По магистральному трубопроводу он движется к потребителю, но, к сожалению, теряет свою мощность из-за трения. Именно для этого и существует важнейший этап, на мой взгляд, во всей транспортировке газа. Компримирование. Это происходит на компрессорных станциях, на которых сжимается газ до нужного давления для его транспортировки. То есть на протяжении всего пути по суше примерно каждые 100 километров ставится компрессорная станция, которая, скажем так, подстегивает газ двигаться дальше. Приближаясь к городам и производственным предприятиям, газ вынужден сделать еще одну остановку на газораспределительной станции, где давление снижается до 1,2 мегапаскалей, затем опускается до трехтысячных мегапаскалей, если мы говорим о проведении газа в жилые дома. Добавляется адорант, так газ получает знакомый нам запах. И газ через газопровод дома попадает в вашу квартиру. И все же, если быть честным, наиболее интересным элементом во всей транспортировке газа я бы отметил компрессорные станции, где в основе своей переплетаются различные технологии. Но обо всем по порядку. Мы уже выяснили, что компрессорная станция позволяет продолжить движение газа, сжав его до необходимого давления. И среднее расстояние между двумя компрессорными станциями составляет около 100 километров. Цифры не совсем впечатляющие, но и станции здесь соответствующего размера. А что, если мы говорим об одной из самых мощных компрессорных станций? Какие цифры мы увидим здесь? Идеальным примером для разбора станет компрессорная станция «Русская», сокращенно КС «Русская», расположенная в Анапском районе Краснодарского края, что является начальной точкой поставок газа по новому газопроводу «Турецкий поток». Но прежде чем мы остановимся на ней подробнее и рассмотрим ее работу в деталях, стоит взглянуть на ретроспективу от блестящего достижения человека компрессорной станции до первых элементарных компрессоров. Эволюция все же нагляднее. Итак, первым компрессором можно назвать кузнечные меха. Да, большинство сейчас заметит, что между этим и этим нет ничего общего. И да, и нет. Внешне абсолютное отсутствие сходства, но принцип работы заложен в самом происхождении слова. Компрессор от латинского слова «компрессию», то есть «сжатие». До открытия 18 века особых всплесков в развитии компрессоров не наблюдалось. Позже немецкий физик Отто фон Гереке открыл, что воздух имеет упругость. Но на этом он не остановился и вслед доказал существование вакуума. Для получения вакуума он использовал поршневой насос собственного производства. Это стало прообразом машины, которую впоследствии назовут поршневым компрессором. В 1765 году механик Иван Ползунов создал машину для сжатия и перемещения газа. Да-да, тот самый, кто создал поровую машину. В 18 век нам еще не приблизились к чему-то похожему на современные компрессоры. Вплоть до 19 века, где Генрих Кригор из Ганновера первым запунцитовал идею винтовых компрессоров. Вот в этом уже есть некоторые сходства. А уже позже, в 1932 году, шведский инженер Линсхольм смог реализовать идею винтового компрессора в жизни. Принцип работы такого компрессора заключался в том, что в воздух нагнетали два винта. На сегодняшний день наиболее широкое применение получили все же центробежные компрессоры. Их работа основана на динамическом сжатии газообразной среды. Основным элементом данного оборудования является ротор, оснащенный валом с рабочими колесами. В процессе работы оборудования на частицы газа действует сила инерции, которая возникает благодаря наличию вращательного движения, совершаемого лопатками колеса. При этом данному оборудованию характерно быстрое повышение уровня давления и достижение его максимальной величины за короткий период работы агрегата. С этим разобрались. Ну и теперь самое время познакомиться с устройством одной из самых мощных компрессорных станций в мире. Итак, раз уж мы заговорили о мощностях, мощность КС русская – 224 мегаватт. Для понимания это 304 554 лошадиных сил. Ну или 300 Феррари. Кому как удобнее. В составе компрессорной станции семь газоперекачивающих агрегатов, которые являются ее ключевыми элементами. ГПА – это сложный комплекс оборудования, который включает в себя газотурбинную установку, приводящую в действие центробежный компрессор, а также необходимый набор вспомогательных систем. На станции расположены ГПА «Ладога» отечественного производства мощностью 32 мегаватта каждый. ГПА-32 «Ладога» на базе индустриальной газовой турбины 32 мегаватта производится на Невском заводе, предприятии Рэпхолдинга, с 2009 года. ГТУ-32 мегаватта относится к классу промышленных газотурбинных установок с длительным ресурсом и широкими возможностями по сервисному обслуживанию на объектах эксплуатации. Эта высокоэффективная установка имеет многоцелевое значение. Может использоваться не только в газовой промышленности, но и в энергетическом секторе. Одним из ключевых ее преимуществ является возможность комплексного обслуживания на территории клиента. Это обеспечивает независимость российских заказчиков от дорогого зарубежного сервиса. В настоящее время Рэпхолдинг является безусловным национальным лидером в сегменте индустриальных газовых турбин и единственным в России производителем стационарных турбин мощностью 32 мегаватта. Агрегаты производства Невского завода обладают лучшими экономическими и эксплуатационными характеристиками, такими как низкий уровень вредных выбросов, высокий КПД агрегатов, ресурс работы 200 тысяч часов, широкий рабочий диапазон, высокая ремонтопригодность, высокая адаптивность к условиям эксплуатации, большие межремонтные интервалы, возможность ремонта на площадке заказчика. К настоящему моменту Рэпхолдингом изготовлено и отгружено на объекты заказчика более 75 ГПА-32 «Ладога». Из них на объекты группы «Газпром» поставлено более 60 агрегатов. Среди объектов поставок – компрессорная станция системы магистральных газопроводов Баваненкова-Ухта, магистральный газопровод «Сила Сибири», компрессорная станция «Русская», новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение, Амурский ГПЗ, Сахалин-2 и другие. От сердца переходим к важнейшему оборудованию КС – газоизмерительной станции, сокращенно ГИС. Это комплекс оборудования для непрерывного измерения расхода газа. Здесь ГИС состоит из восьми измерительных ниток, на которых установлены по два расходомера и одна нитка для цели заполнения с одним расходомером. Вся полученная информация выводится в систему автоматизированного управления газоизмерительной станции, проще говоря, САУ-ГИС. Все данные интегрируются в общую систему управления, отчего диспетчерам проще анализировать полученные данные. Программное обеспечение учета газа позволяет формировать отчеты по ГИС, по количеству, качеству транспортируемого газа и другим элементам. Система дает оценку состава и объема газа. Формируется отчет для диспетчеров, которые и передают это турецкой стороне. КС обеспечивает необходимое давление 28 мегапаскалей для транспортировки газа под водой. А если говорить профессиональным языком, по двум ниткам газопровода на расстоянии более 930 километров. Газ беспрепятственно добирается до побережья Солнечной Турции, где уже поступает на приемный терминал, а оттуда в Турцию и европейские страны. Ну и напоследок не могу обойтись без больших цифр. Две нитки газопровода обладают пропускной способностью в 31,5 миллиарда кубометра газа в год. Цифры действительно впечатляют. Удивительно, до чего способна дойти человеческая идея. И какой все-таки непростой путь необходимо пройти природному газу из недр земли, чтобы превратиться в голубое пламя. Впрочем, долой лирические отступления. Я крайне надеюсь, что мог быть вам сегодня полезен. До новых встреч.